Всем привет! Это ваше Шоу Плюс и я Василиса. Сегодня в программе свежак все о новых релизах недели. ТикТок Ньюс, новости из жизни блогеров. И прямо сейчас факты откровения слухи шоу-бизнеса с Александрой Барановой. С вами Александра. В ближайшие пять минут факты откровения слухи шоу-бизнеса. Во время своего недавнего концерта в Остине Джастин Тиберлейк остановил шоу, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо. На фоне такого благородного поступка пользователи интернета вспомнили трагичный концерт Тейлор Свифт в Бразилии, где от обезвоживания и наплевательского отношения организаторов погибла фанатка. В Москве после трехлетнего перерыва прогремела премия Муз-ТВ 2024 «Возвращение», на ковровую дорожку которой вышли самые популярные российские артисты. Пожалуй, самым обсуждаемым стал выход Ольги Бузовой. Телеведущая и исполнительница впервые появилась на большом мероприятии после громкого скандала из-за ее провокационного образа на фестивале ВК в Уфе, который прошел в День защиты детей. В этот раз Бузова решила удивлять по-другому и без голых нарядов. Певица эффектно приехала на ковровую дорожку Муз-ТВ в карете в сопровождении костюмированной свиты. Ольга надела трехъярусное платье с корсетом, декорированное белоснежным кружевом и рюшами, а также белый кудрявый парик. Образ императрицы Бузова объяснила так. Не нужно рассказывать людям, кто ты. Это надо показывать. Для своего выступления Ольга спустилась на сцену в металлической конструкции в виде сердца с крыльями. На ней был уже блестящий и полностью закрытый комбинезон в стиле 90-х. Даже ведущий премии Николай Басков не удержался, чтобы не прокомментировать изменения в стиле певицы. Натуральный блондин пошутил со сцены, что впервые видит, чтобы Оля оделась полностью. Ольга Бузова обиделась на Николая Баскова за шутку. Сразу после церемонии Бузова записала видео и порекомендовала Баскову побольше молчать. Тот помолчал примерно сутки и придумал ответный комплимент. Запасаемся попкорном и ждем продолжения. 61-летний Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Девушка младше старшей дочери Лепса на 4 года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца. С невестой музыкант, как сообщается, познакомился через ее родителей, а их роман начался с одобрения мамы Авроры. Сама девушка при этом согласия на брак пока не дала. Она пока еще не решила, но, скорее всего, невеста, рассказал журналистам Лепс на премии Муз-ТВ. Саша Стоун впервые стал крестным папой. Такую ответственность взять на себя ему предложил друг Никита, на что парень с радостью согласился. Ольга Бозова мечтает бесплатно выступить на выпускном в своей родной школе. Сделать же ей это не дает директриса. Как бы я хотела выступить в своей школе на выпускном. К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Оксана Самойлова возмущена критикой новой песни ее дочери. Аудитория Бизнесвумен не оценила анонс новой песни Ариэлы. На это Оксана заявила о желании драться с такими людьми. Когда начинаю трогать моих детей, я просто хочу драться с этими людьми. Кристина Асмус тонко пошутила над бывшим мужем Гариком Харламовым, который совсем недавно в очередной раз женился. На вопрос дочери, где папа, она в шутку ответила, деньги зарабатывает на следующий раздел имущества. Мия Бойко приобрела новый автомобиль. Это мой новенький красивый друг. Иксид в нежно-голубом цвете. С такой красотой не важен фон. Ищите меня на дорогах Москвы, написала певица у себя в социальных сетях. Женатый шаман необычным образом поздоровался с Мия Бойко. Знает, как поднять охваты. Оказывается, не зря в январе Риана посещала показ Диор. Модный дом сегодня сделал ее лицом легендарного аромата Джадор Диор. Певица, или уже логичнее говорить бизнесвумен, сменил на этом посту Шарлиз Терон, которая была амбассадором парфюма более 20 лет. Анна Асти на премии Муз ТВ Возвращение стала рекордсменкой по количеству наград. Певица победила в трех номинациях – лучшая песня, лучший альбом и лучшая исполнительница. Но несмотря на это, Асти так и не удалось побить или хотя бы повторить рекорд Максим, которая за один вечер унесла четыре тарелки. Инстасамка и Лолита победили в номинации «Лучшая кавер-версия» с песней на Титанике. Джастин Тимберлейк был задержан полицией. Певец был арестован за вождение в нетрезвом виде. Джастин отпустили без залога. Дата судебного слушания состоится 26 июля. Комментариев от певца и его команды пока не было. Досуг Насти Ивлеевой теперь такой. Раньше нагоняла на ламбе, а теперь на каяке. Так и до скандинавской ходьбы в Кисловодске, недалеко. Глюкоза сменила имидж и стала похожа на Мадонну. 38-летняя глюкоза показала результат преображения. Певица осветлила брови. Фолловеры решили, что в новом образе глю похожа на американскую поп-звезду Мадонну. С новостями за кулисья на сегодня все. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. С вами по-прежнему Александра и это Свежак. Помчали. Клава Кока отныне не просто певица, но и продюсер. Мы вместе теперь будем продюсировать вот этого замечательного красавца, вот этого Кирилла Скрипника. И я уверен, что мы с тобой вместе в ближайший год сделаем так, что вся страна будет его любить и зажгется новая яркая звезда. Если ты кино, хочу пересмотреть тебя тысячу раз. Искать в твоих глазах сюжеты про нас. Если я режиссер, то новую часть сниму новую часть. Если ты кино, хочу пересмотреть тебя тысячу раз. Искать в твоих глазах сюжеты про нас. Если я режиссер, то новую часть сниму новую часть. Кстати, интересный факт. Режиссером клипа стал молодой человек Лавы, Саша Поверин. Плюшка дропнул трек «Шагай». «Шагай» — это дерзкое признание в страстной влюбленности, «Жажда близости», которая заставляет сердце биться быстрее. Поводы давай, порвем с тобой все провода, чтобы никогда никому. Шагай со мной по городу, городу ищу. Для встречи я поводы, поводы давай. Порвем с тобой все провода, чтобы никогда никому, никогда. Круто, что в последнее время музыканты в своих работах рассказывают о чем-то важном. Рэпер Лок Дог и певец Колунов тоже решили не отставать и сняли клип, который заставляет задуматься. Их новый клип на трек «Если бы ты знала» показывает, как сложно бывает подросткам, когда они сталкиваются с одиночеством, непониманием, внутренними конфликтами. Этой работой артисты поддерживают всех, кто переживает тяжелые времена и напоминают, что они не одни. Если б ты знала, как тут порой тоска съедает меня даже на вершине самых высоких скал. Если б ты знала, как спешил я найти все, что искал, и находя, как больно понять, что совсем не то искал. Как блуждал я в капканах своего разума, наивно я искал что-то чистое среди грязного. Бился за свое, был несчастлив, всех победив, как все теряя, понял, что я все брал у неба в кредит. Певица Кэти Перри заявила о возвращении в музыку. Звезда анонсировала первый за несколько лет сингл «Women's World». Премьера состоится 11 июля, а клип на трек выйдет 12. Тинаше выпустила мини-альбом ремиксов «Match My Freak». В Coldplay анонсировали новый альбом «Moon Music». Премьера состоится 4 октября. Стало известно, что Post Malone выпустит новый альбом «F1 Trillion» 16 августа. Лана Дель Рей опубликовала отрывок совместного сингла с Куава. Участник кей-поп-группы BTS Чимин объявил о планах выпустить свой второй сольный альбом под названием «Yuz». В пластинке, как было уточнено в официальном сообщении «Hype» и «Big Hit Music», будет запечатлено путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения. Самуэль поделилась отрывком новой песни «Dolce Vita», трек, под который твои летние танцы станут еще ярче. Вышел лиричный трек «Кимли» «Звезды» с самым возвышенным посылом о вечном, о любви. Это чувственная, нежная валентинка для любимых. Вся песня пропитана естеством и искренностью, что органично подчеркивает лаконичный продакшн. Эми Оль воплотил свое видение трека «Стифри Роланд» «Azer Dark Sea» в стиле «Прогрессив хаос». Работа сочетает в себе мистическую сущность оригинального вокала с добавлением прогрессивных ритмов и мелодий. На выходе артист получил уникальное звучание трека, соединив приятный стиль хаос, вокал «Azer» и атмосферу темного, глубокого моря. Танцевальная новинка «My Heart Went» в стиле «Deep House» от Bam Flicker Boom захватывает своей мелодичной составляющей. Грув дропа построен на вокальной женской игре нежного голоса, который застревает в голове после его прослушивания. Мощные ударные, красивые мелодии и глубокий бас сделали этот трек по-настоящему живым и бодрым. Дуэт близнецов «Twin Scream» создали сочный и энергичный трек в жанре «Titch House», который соединяет глубину баса и энергию ритма. Работа вобрала в себя многие известные приемы и звучание жанра, но не забыла прибавить к этому собственную свежесть, которой славятся продюсеры. На выходе получилась композиция с узнаваемыми стилями «Titch House» и «Twin Scream». Треки артистов играют Дэвид Гетто, Тьеста, Резон, Бьер. Новый релиз «Double Vision» от саунд-продюсера Марк Краб передает настроение и вайб вдохновения, под которые чувствуешь себя на высоте. Атмосфера счастья выплескивает весь негатив и дарит позитивный настрой после прослушивания трека. Это получается за счет инструментала и вокала, который на повышенных нотах поет в соответствующем настроении. Вышел энергичный и ритмичный трек «Ice» от диджей Тиноки, который берет своими мощными басами и ударными партиями. Низкий мужской вокал дополняет ритм композиции и привносит ей тему, которая движется по ходу трека. Митчелс поделился отрывком новой песни «Нам так хорошо» Танцевальный трек о сильном влечении парня и девушки, которым просто очень хорошо вместе. Трек о смелости, самопознании и свободе выбора. А Эли со сниппетом новой песни «Жить, как мы хотим». В рубрике «Взгляд в прошлое» сегодня Клава Кока и Федук «Кабы не было тебя». Две скобки в чатике, не наяву улыбка. Хотела забрать мое сердце, я искал выход. В релик о чем-то в то время. Трек о чем-то, я искал FaithLong, «Вторяй-мин» Две скобки воруку. Игорь Данкий, «Гори-мин» Воронежная музыка «Форуна» Любовь — это мне участок. Игорь Данкий. Вafp-рерк на авто-реи. А Эли-минусы. Гори-минус, Как бы не было меня у тебя Пострадала бы другая И как бы не было тебя у меня Ты в других меня пыскала Как бы не было меня у тебя Лучше б я тебя не знала Как бы не было зимы, все равно б замерзла в твоих объятиях Может, если бы не ты, никогда б не узнала стадию принятия Наши ссоры хардкор, только не повтор, стоп Ты уже давно не тот, не тот Все флешбеки тебе на холд Сердце минус, I'm so cold Ты не поняла И ты тоже Что без друг друга мы прожили Тогда почему ничего не в прошлом Ты Как бы не было тебя у меня Я более бы не знала Как бы не было меня у тебя Пострадала бы другая Как бы не было тебя у меня Ты в других меня пыскала Как бы не было меня у тебя Кабы не было тебя, а у меня Я более бы не знала Кабы не было меня, а у тебя Постанала бы другая Кабы не было тебя, а у меня Ты в других меня бы искала Кабы не было меня, а у тебя Я больше не знаю Слава, пара на площадку Музыка, которую вы могли пропустить, а не стоила бы Эти релизы, может, и не всегда чартовы Часто это новые имена Но именно в этом-то и весь сок Я умею я танцевать Но мне красная помада И уже отлевать Снова говоришь мне три слова Эй-эй-эй Ой, уже не пролит сердечко Ты стреляешь, но тут осычка Что любовь и Таня навечно узнала я Зажми водой, мы улетим Ты моя веналин, никогда не уйти Лежи со мной, огонь в руки Ты моя веналин, мой мир внутри В этот момент Ты ему как все достал Значит, когда-то Пока лилет Девочке не везет Советуют все танцы Прямо ему назло Как не поймут Я не могу дышать Мне наплевать Скажи, как мне танцевать Пока лилет Девочке не везет О, ничего себе Э, а закинь салам по-братски Салам алейкум пацанам Корешам, братанам На районе балаган Тишина не по нам Ой, разносим по газам По басам, буферам Топим смело за район То и дело, что поем Давай, братан! У-э-у, эй! 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 А теперь традиционная подборка русских новинок за эту неделю На текущей неделе состоялись премьеры Трека Сергея Лазарева «Самообман» Манекен «Инстасамка» «Кендал» Юлиана Караулова выпустила трек «Реви» Сюзанна «Поворот» Рэй «Белая ночь» Хабиб «Мы на фотках» Ну и самая свежая порция релизов Джизус, Юлия Савичева выпустили сингл «Лето без тебя» Энкей, Юник и Артем Шаловец выпустили альбом «Гламур» Гонфлат, ЛСП, сингл «Ути-пути» Рамиль дропнул сингл «Пьяный марафон» Доус сингл «Моя» Пушнова выпустила новый трек «Кеды» А видел сингл «Пьяный май» Вот такой была музыкальная неделя А какой она была у блогеров и тиктокеров Расскажет Василиса С вами была Александра До скорой встречи С вами Василиса и ТикТок Ньюс Дима Масленников анонсировал свой самый дорогой ролик На который потратил 10 миллионов рублей Связан он будет напрямую или косвенно с контентом мистера биста Следующий ролик на моем канале будет связан с мистером бистом Самым популярным блогером в мире на данный момент И я безумно волнуюсь Потому что на съемки этого видео я потратил больше 10 миллионов рублей Это больше 100 тысяч долларов Вы только представьте на одно видео Ой, мне кажется вам невероятно зайдет Так что ждите середины следующей недели Бабич все чаще стал называть Аню Покров в интернете своей будущей женой Юлия Гаврилина выложила сниппет нового трека Драма Квинн Юлия Гаврилина Юлия Гаврилина подарил своему отцу автомобиль в благодарность за веру и воспитание Это Toyota Land Cruiser 300 Series Я сказал родителям, что хочу подснять их реакцию на обложку моего нового альбома Поэтому я завязал им глаза и попросил выйти на улицу Я очень хотел тебе это показать Тут я начал теряться, потому что я не подготовил речь Это че? Очень давным-давно хотел это сделать Фигуристки Саши Трусовой сделал предложение фигурист Макар Игнатов Девушка ответила да Пары встречаются меньше года Бывшая участница Дрим Тима Маха Горячего все же переезжает обратно в Россию Блогерша написала, что ей нужен этот период дома, чтобы пережить все то, что происходило с ней за последние годы Дошик выпустила первый ролик на свой канал с детским контентом Даша решила начать с формата распаковок Где открыла 10 больших киндеров с персонажами мультфильма Леди Баг и Супер Кот Женя Лизагуб записал новый трек лету Вскружила голову Раньше я не мог подумать, что в сети тебя найду я Теперь только твои губы Каждый день не хочу на ужин Звезды видно высоко на крыше Ведь ты светишь чаще, чем амида Круче, чем твои духи Не слышал, ты прекрасна, будто еще в Эдитах Увезую на море Мы забудем про морозы Остальные тупо сори Лишь себе все эти розы Когда я не ту рядом Меня тянет как мигом Дай мне номер своей мамы За тебя скажу спасибо Цуефа за коллабели С Филиппом Киркоровым Артист пришел в гости к ним на шоу У Леши Столярова и Габара Возникли проблемы с полицией Из-за несанкционированной сходки Блогеры приехали в город Кызыл В республике Тыва И решили встретиться с подписчиками Но не ожидали, что придет настолько много народа Особенно подростков В итоге началась давка Толпа перекрыла дорогу Все переросло в хаос Парням пришлось уехать, чтобы избежать Еще худших последствий Но на ситуацию успела обратить внимание полиция Они уверяют, что все хорошо Обошлось лишь объяснительной Давид Туров тем временем улетел в Сочи Вместе с участницей Адреналин Хаос Киры Тимралеевой Ребята снимают много милого контента И намекают, что у них что-то большее, чем просто дружба Ситуация разозлила не только подписчиков Но и команду Киры Так как она их кинула в самый неподходящий момент Дилара и Бустер продолжают проводить время вместе И выкладывать совместные снимки Недавно парочка решила улететь в Японию, чтобы поснимать контент И насладиться местным колоритом Настоящий буткем молодых блогеров прошел в Санкт-Петербурге во время фестиваля в честь Дня России В интерактивной зоне приложения вертикальных видео Япи Собрались как известные яперы, так и начинающие блогеры Звезды делились секретами создания креативного контента Учили уверенно держаться в кадре Проводили лекции и танцевальные мастер-классы Например, всего год назад Маша Мирова выступала на главной сцене Как победительница конкурса Япи Хит А теперь у нее контракт с лейблом Япи Мьюзик И песни, которые становятся саундтреками к фильмам и сериалам Дилара впервые показала свой вокал без обработки В комментариях люди посоветовали ей активнее заняться уроками вокала Чтобы голос был более уверенным и гармоничным Инстасамка неожиданно поддержала сниппет новой песни Юли Гаврилиной Даша репостала его в истории и подписала «Гоу-гоу-гоу!» Новые подружки получается Только не это Ужасные новости Дочь Оксаны Самойловой и Джигана решила закончить музыкальную карьеру Но перед уходом решила выпустить новый трек Как пишет Оксана, Ариэла, скорее всего, не справилась с потоком хейта в ее сторону Поэтому решила прекратить свою карьеру певицы Многие писали, что Ари стала популярна только благодаря своим родителям Рэй выпустила собственный ремейк на песню «Белая ночь» Новинка вышла совместно с красочным клипом Который на сегодняшний день собрал уже более 180 тысяч просмотров И получил просто какие-то невероятные оценки от аудитории исполнительницы Слышу знакомую речь, вижу облик твой Ну почему это только во сне? Я вижу тебя в этом вакууме Через границу реалей Давай останемся в ауте Наш мир такой маленький Почему тебя помню только я? Дай ключи своего бытия Через туманные мысли мы снова зависнем Ты только мне свистит с ним Останусь насколько возможно Костой свои кожи Еще пару секунд и я пропустую до следующей ночи Кто видел домовенка Кузю в реальной жизни? Так вот же он На сегодня это все С вами были Василиса Воробец и Александра Баранова Увидимся